Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вы не представляете себе, сколько раз раньше я слышал от своих холостых тогда еще товарищей, что они годами питаются магазинной пиццей, дошиком, магазинными пельменями, только потому, что у них якобы нет времени на готовку. Идут вечером с работы, заходят в магазин, покупают там замороженную страшную лепеху, которую почему-то производители называют пиццей, дома кидают ее в духовку, а затем, матерясь на отвратительное качество, все это безобразие жрут. Итак, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год вкусный ужин – это совершенно не обязательно сложно. Это абсолютно недолго. Я за их магазин просил в местном отделе отчекрежить мне несколько котлет бараньих на косточках. Здесь четыре куска, они отрезаны по два ребра. Я купил также упаковку зеленой фасоли, купил упаковку томатов черри, купил харису. Или харису, потому что аджика острая закончилась, я ее показывал на канале, вот в этом ролике, ссылочку в описании тоже размещу. Это для основного блюда на ужин. Но ужин сделаю полноценным, с десертом, поэтому купил упаковку слоеного теста. Пока добирался до дома, она уже разморозилась. И также банку консервированных персиков и упаковку сливок жирных. Растительное масло, соль, сахар, панировочные сухари – все это дома было, поэтому не покупал. Вот этого набора мне хватит, чтобы за 20 минут все приготовить. Поехали! Духовку включаю 210 градусов, верхний и нижний нагрев. Воду для гарнира скипятить. Банку с персиками открыть. Часть сока переливаю в сковородку и сахар сразу сюда. Это будет карамельный соус для десерта. Тесто вынуть. Разрезать. Резать надо не посередке, а с некоторым смещением. То есть, вот это вот по шире части, это поуже. Примерно все, на глаз. И вот так. Персики выложить. А вот эти части теста можно ножом в шахтанном порядке надрезать. А можно такой вот штукой быстро сделать. Я ее купил лет 5 назад, до сих пор не нарадуюсь. Эта фиговина от фирмы Теском. Дороговато, конечно, для пластмасски 10 евро. Но подобного же типа и китайцы делают. Я не забуду, если ссылочки в описании ролика тоже размещу. Теперь накрыть персики тестом. И в печь. Три минуты, а с десертом я уже практически все закончил. Сковородку для баранины уже можно греть. Что тут с основой карамельного соуса? Отлично. Пусть влага дальше выкипает. К хрисе надо добавить растительного масла и немного соли. Сковорода уже нагрелась. Сюда без всякого масла идет баранина. Видите, у нее жирный слой поверхности ребрышек. Вот этой стороны как раз вниз и кладу. Пусть вытапливается пока. Молодая баранина на мой вкус лучше всего слабой степени прожарки. Пока я из нее только жир вытапливаю и корочку задаю, ничем не приправлял. Поведорки черри, кстати, уже можно в сковородку добавить, чтобы выжаривались. Фасоль тоже промыть и хвосты отрезать. И 3 минуты в кипящей подсоленной воде. Фасоль молодая, больше ей не надо. А зимой, когда молодой в доступе нет, я замороженной пользуюсь. Прямо в замороженном виде на сковородку бросил с растительным маслом, солью приправил, немножко лимонного сока. Красота! Удобно! Барашку уже пора перевернуть на бочок. И выдержать на нем 2 минуты. Так, что тут с основой соуса? Супер! Пора добавлять сливки. Теперь на слабом огне, периодически помешивая. Если у вас есть ванильный сахар или ванилин, добавляйте. У меня есть и ванильный экстракт. Вот так. А барашку уже перевернуть на вторую сторону. И теперь смазать хрисой или хорисой, как правильно напишите. Она очень острая, просто вырви глаз. Наполовину состоит из чили перца, а все остальное приходится на отмин, чеснок, кориандр. Очень яркая штука прям. Так, карамельный соус готов. Да и гармир тоже. Теперь панировочные сухари насыпать. И барашка той стороны, что уже была покрыта хрисой в сухаре. А вторую сторону тоже надо ей уже покрыть. И проделаю то же самое с остальными ребрышками. Помидорки уже обжарились. Убрать их пока. Сейчас еще по минутке с каждой стороны, и все готово. Десерт уже можно вынимать из духовки. Видите, прошло 15 минут, а у меня уже почти все готово. Ребра перевернуть. А десерт сервировать. Десерт сервировать. Для законченного вида можно еще и сахарной пудрой посыпать, если есть. У меня есть. И корица тоже есть. Но это понты. Десерт хороший и без пудры, и без корицы. Ребра, кстати, уже на спинку надо перевернуть. И подождать минутку, последнюю. Немного цедры лимона для аромата. И сока для вкуса лимонного. Ну и хрисы сюда, для тех, кому остроты мало. Все. 20 минут. Всего 20 минут. О чем тут говорить? Вы правда считаете, что магазинная пицца лучше? Вы серьезно? Можно готовить потрясный ужин быстро. Вот реально, можно. Это просто. Давайте перейдем к баранинке. Я уж вот так вот за косточку, извините. Острая. Нежная. Сочная. Просто класс. Чудо. Держите ажику дома. Если лень и заниматься, в конце концовку выйти хрису. И готовьте. Потрясная штука. Так. По гарнирчику. Фасоль. Вот эта вот нежная. Молодая. Когда же ее еще есть, как не в летнее время. Правда? И помидорка. Помидоры кечели сами по себе такие сладкие, классные. Но с кислинкой, конечно. А если их еще обжаривать, у них вкус концентрируется. Получается вообще потрясная штука. Ммм. А фасоль не переварена. Приправлена лимонным соком. Цедра, ароматная. Чудесно. По-хорошему, конечно, нужно сначала баранину съесть. Но я должен вам показать еще и десерт. Сейчас заказываю, что баранину съем, не переживайте. Так, десерт. Так. Ну-ка-тка. Сначала просто кусочек этого слоеного теста. В карамельном соусе. Если бы я более активно двигался, но если бы я активно занимался спортом, я бы, конечно, сладости трескал каждый день. А так, вот так вот полакомиться, ну, можно себе позволить, ну, в лучшем случае, раз в неделю, может быть, один раз за две недели. Так, ну и теперь по персику. Персик с карамельным же соусом. Опять же, с кусочком этого рассыпающегося воздушного теста лебестками. Обалденный карамельно-сливочный, сливочно-ванильный соус. Сладкий, меру, прекрасный. Персик сладкий тоже. Тесто, ну, магазинное тесто сейчас слоеное, в принципе, достаточно неплохое. Я, к примеру, сам никогда не заморачиваюсь и не готовлю слоеное тесто. Потому что ты тут мучаешься, катать мне не нравится. А так, я тут очень выручаю. Если нужно, у кого-то быстрого десерта, сваргань, как быстрой выпечки, магазины, превыше всяческих похвал. На этом, позвольте с вами попрощаться. Готовьте дома сами. Готовьте быстро. Ни рога идеи запустить серию таких роликов про быстрые ужины. Напишите в комментариях, что вы на эту тему думаете. Напишите ваши варианты быстрых ужинов. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. А я по баранинке еще, по фасоли, по помидоркам. Ну, кто бы уже десерт, конечно, распадусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова